Алишер Моргенштерн. Позор нового поколения или глубокая личность, заслуживающая разбора. Недавно он стал гостем Юрия Дудя, набрав уже больше 20 миллионов просмотров. Выпустил трек с американским исполнителем Lil Pump'ом и был признан человеком года и музыкантом года по версии журнала GQ. Он мастерски привлекает внимание многих, ему нравится быть обсуждаемым. И чем скандальнее и нелепее повод, тем лучше. Он сознательно совершает действия, заставляющие всех говорить о нем. И неважно, в каком контексте, ведь даже негатив и хейт он умело обращает в деньги. Моргенштерн выглядит как человек, который делает то, что взбредет ему в голову. Получает удовольствие от жизни, ни о чем не парится. Это вызывает ощущение абсолютной легкости его успеха, за что многие его и ненавидят. Как ты сам себе объясняешь, почему ты так разорвал пространство? И не интернетное, и не только. Да и я в обществе таким вопросам никогда не сдавался. Наверное, потому что я просто делаю хуй, с которой сам и хуй. Но так ли это на самом деле? Правда ли, что он делает все по наитию? Или же следует четкой продуманной стратегии? В чем главный секрет его популярности? Ведь он сам не может дать ответ на этот вопрос, поэтому его попробую найти я. В этом выпуске я рассмотрю неочевидные моменты, о которых мало кто задумывался. И которые помогут взглянуть на Алишера с другой стороны. Делать деньги? Вот так. Я пока еще не научился. Но сейчас активно изучаю тему денег и финансовой грамотности. Книга «Самый богатый человек в Вилоне» помогла мне понять очень важную мысль. Сколько бы ты ни зарабатывал, нужно откладывать 10% и заставлять эти деньги работать и увеличивать твои накопления. А еще я составил для себя новую подборку книг по переговорам и поделюсь с вами буквально через минутку. Я много времени провожу за рулем, вместо того, чтобы слушать музыку, предпочитая аудиокниги. Особенно люблю, когда у чтеца приятный голос. Он как будто вырывает меня из повседневной суеты, отвлекает от тревожных мыслей и погружает в другой мир. Так время за рулем пролетает незаметно и с пользой. Чтобы слушать книги, я использую приложение Storytel. Причем уже давно и поэтому с удовольствием рекомендую его вам. Всего за 549 рублей в месяц Storytel дает неограниченный доступ к книгам, лекциям, подкастам, стендапам, аудиосериалам. Если что-то не зашло, просто выбираешь дальше. Можно постоянно открывать для себя что-нибудь новое. Не знаете, с чего начать? В приложении регулярно публикуются новые подборки и обзоры. Вы точно найдете что-то на свой вкус и по своим интересам. Выбор в Storytel реально впечатляющий. 115 тысяч аудиокниг, из них 40 тысяч на русском и 75 тысяч на английском. Озвученных в том числе и топовыми актерами. Так что можно еще и практиковать восприятие английского на слух. Но прежде всего Storytel это очень удобный сервис. Например, в нем есть тамер сна, чтобы легко засыпать под книгу, но не проспать самое интересное. Закладки, чтобы возвращаться туда, где остановился. Возможность слушать без интернета, регулировать скорость. А вот и моя подборка книг по переговорам, которые планирую послушать в ближайшее время. Качай Storytel по ссылке в описании, смотри рекомендации и подборки. И начинай слушать. Первые 14 дней использования сервиса бесплатно. Тем более есть аудиокниги. Читать я не могу. Это очень скучная хуйня. Но в ушках супер. Аудиокниги. Ошо. Растите. В духовном плане. Что такое шоумен номер один? Это самый успешный человек в шоу-бизнесе. Это важное уточнение. Оно нам еще понадобится для лучшего понимания личности и успеха Моргенштерна. И скоро вы поймете почему. Но перед этим важно разобрать еще кое-что. Без чего найти ответ не получится. Наблюдая за деятельностью Алишера, можно увидеть, как он постоянно создает инфоповоды вокруг себя и заставляет людей вести себя так, как ему выгодно. На интервью у Дудя он раскрыл один из главных секретов. Творчество должно вызывать эмоции. Причем не только положительные, а самые разнообразные. Ты то ненавидишь, то сочувствуешь, то восхищаешься. И вот эта вся карусель эмоциональная, она делает из тебя хорошего артиста. Этого принципа Алишер и придерживается. Но как именно он вызывает эмоции и управляет поведением людей? Посмотрим на примере того, как он побил рекорд Тимоти и Гуфа по дизлайкам на Ютубе. Когда один из его клипов набрал почти миллион дизлайков, вместо того, чтобы расстроиться и удалить его, как это сделал тот же Тимоти, Алишер решает сделать из этого очередной повод для привлечения внимания к себе. Сейчас многие знают механизмы, как набрать много лайков. Но как быть с дизлайками? Это не такая уж и простая задача, но Моргенштерн подошел к ней креативно. Он выходит в эфир, где заявляет о том, что его аудитория тупая. Тем самым триггерит аудиторию доказать, что это несправедливое обвинение. Такой провокацию очень легко задеть чувство нестабильного человека и перевести его в движение. Я читаю комменты на Ютубе и понимаю, так моя аудитория тупая. Не хочу я всех под одну гребенку. Все-таки большинство. Вы тупые. Он сообщает, что его трек «Кадиллак» почти готов. Но слушатели так расстроили его, что не заслуживают нового трека. Но он создает ощущение, что этот запретный плод придется еще подождать. Я вам больше скажу, клип уже практически смонтирован. Нельзя вам слушать «Кадиллак». Научитесь музыку слушать и чувствовать, получите. Карантин снимают скоро. Нет, не ждите «Кадиллака», все. И сразу же трек якобы сливают в сеть. Все узнают, что это Fits LGM, который тоже очень популярен, что еще больше повышает интерес к треку. О нем начинают говорить, и его тут же отовсюду удаляют. Алишер скрывает комментарии у себя под постами, чтобы никто не скидывал ссылки на перезаливы трека. Одна из старых, но эффективных техник продаж позволит человеку пощупать товар, попользоваться им немного, то есть дать ему ощутить, что он уже им владеет. И тогда он точно не сможет от него отказаться. В данном случае срабатывает та же схема. Слушатели получили новый хит, и его тут же отобрали у них. Очевидно, это вызовет желание вернуть его обратно. Был ли это слив случайным, очень маловероятно. И сейчас вы поймете, почему. Сразу после того, как Моргенштерн скрыл комментарий, он обращается к слушателям с просьбой ставить дизлайки его клипу. Он говорит, что вернет новый трек на все площадки только после того, как будет побит рекорд по дизлайкам. А, господа, нет времени объяснять, продублирую то, что было в сторис. Короче, нам нужны новые вершины, я хочу полтора миллиона дизлайков на новом клипе. Если у вас там стоит лайк, меняйте на дизлайк, просите всех друзей, распространяйте, нам нужны новые рекорды. Я в вас верю, любимые подписчики, ведь благодаря вам я такой богатый и успешный. И это работает. Слушатели даже идут менять свои лайки на дизы. Всего за сутки прибавляется больше полумиллиона дизлайков, и в итоге рекорд успешно побит. Кстати, сейчас дизлайков уже 2,4 миллиона. Так и Моргенштерн убивает сразу двух зайцев, привлекает внимание своим новым рекордам по дизлайкам и пиарит новый трек «Кадиллак». На интервью Дудя видно, что внимание к собственной персоне – это то, что буквально подпитывает Алишера. Яркий пример – вопрос Дудя про фит с американской звездой рэпа Лил Пампом. Слух о фитех ходил давно, и Дудь решает выяснить, есть ли он на самом деле. Моргенштерн намеренно, манерно и долго пьет воду. Он смакует этот момент. Ему кажется, что буквально все зрители, да и сам Дудь, сейчас в напряжении ждут, что же он ответит. Ему это безумно нравится, поэтому он всячески затягивается ответом и говорит загадками. Юрия? Ну, допустим, есть. Он, пытаясь придать моменту максимальную интригу и сенсационность, после ответа принимает позу ожидания, понимая, что Дудь продолжит его расспрашивать. Это ему льстит. Такие интриги в его стиле. Этим он заставляет аудиторию строить теории, обсуждать подробности, тем самым подогревая интерес к треку задолго до его выпуска. Так и после выпуска Алишер продолжает маркетинговую активность. На церемонии «Человек года» он заявил, что подаст в суд на американского рэпера. Сначала мы пойдем в суд за то, что он слил трек. Вот, да, конечно. Ну, а что он себе позволяет? Какой суд, прости? Мосгорсуд, конечно. Очередная фразочка, брошенная как бы вскользь и в шутку, тем не менее становится громким заголовком для новостей. Моргенштерн прекрасно понимает, какие темы затронуть, чтобы запустить жаркие обсуждения его персоны. Здесь он рассказывает, что недавно получил 5 миллионов просто за то, что поговорил полтора часа. Он просто ниоткуда, понимаешь? Вот полтора часа я поговорил, и мне 5 миллионов. Своей манере он начинает нагонять загадочности. Я не буду говорить. Это уже вышло на сериал? Может и даже и не выйдет. И тут же резко переводит тему. Может и даже и не выйдет. Дистрибьюция стреков. Это серьезные деньги вообще? Дистрибьюция стреков? Многие просят меня разобрать такие моменты, правда это или нет, но это совершенно не важно. Важно лишь то, что Алишер добился своей цели. Многие из вас это активно обсуждают. То же самое касается моментов, когда он сжег 100 тысяч рублей. Подпортил бит в треке с Тимати, вставил сцену удара девушки в клип. Это тоже примеры вызова хайпа на самых базовых инстинктах и триггерах, срабатывающих на основной массе людей. Но то, что он любит внимание к себе, ведь и так очевидно. И вы ждете от меня не этого, не правда ли? Важная часть образа Моргенштерна это то, как он преподносит себя и свое творчество. Многие музыканты и даже рэперы любят рассказывать, насколько сложна их музыка, что ее сочинение это долгий творческий процесс и что хорошую музыку никак нельзя сделать быстро на коленке. Но только не Алишер. Он наоборот. Стремится показать, что делает все очень легко и быстро, совершенно не заморачиваясь. Я домой приехал, включил его, нафристайлил, поехал, сразу же записал. И в итоге такой поп-хит. Стратегия Моргенштерна демонстрировать высокомерие, наплевательское отношение к своей аудитории и людям в целом. Он осознает, что такое поведение вызовет у людей самый разный спектр эмоций. Это вот единственный подарок, который я забрал с собой с концерта. Спасибо большое всем фанатам, которые дарят мне подарки, но знаете, я их никогда с собой не собираю. Заметили, как Алишер в конце срывается на неестественный, немного нервный смех, как будто сам все еще в шоке от своего высокомерия? Подобные фразы Алишер говорит не просто так, но они важны для укрепления его образа, чтобы кто-то восхитился, кто-то разозлился, но никто не остался равнодушен. Население все беднеет и беднеет, а Моргенштерн все богатеет и богатеет. Тут очередная фраза-триггер, игра на эмоциях зрителей. Моргенштерн утверждает, что первым из артистов честно заговорил об отношении к своей аудитории. Мне так тошно смотреть на вот этих наших медийных личностей, которые... Ой, вы мои подписчики, спасибо вам большое, я очень вас ценю и люблю, вы суперклассные. Нет, я прямо говорю своей аудитории, ребят, мне на вас... Идите... И они мне тоже кричат, Паш, и что, классно? На самом деле он хорошо чувствует свою аудиторию и понимает, что такой язык общения будет уместным для нее. Он как бы говорит, я такой же, как вы, бунтарь, я не хочу следовать нормам и не буду, я понимаю вас, а вы меня. И он действительно, понимая ценности своей аудитории, демонстрирует их намеренно, преувеличенно и вызывающе. Именно поэтому люди из другого поколения и с другими взглядами не принимают его ценности. Сейчас у молодежи в тренде искренность, люди готовы принимать того, кто будет откровенно выражать свое мнение, пусть оно и отличается от мнения большинства, нежели слушать фальшивую лесть того, кто пытается тереться в доверие. В то же время люди, не разделяющие таких ценностей, либо те, кто не может тебе позволить такое поведение, тоже не остаются равнодушными калишеру. Хоть и с негативом, но они обсуждают его. И это как раз то, что ему нужно. Итак, мы увидели, как преподносит себя Моргенштерн. Понятно, что он делает все для привлечения внимания к своей персоне. Но почему для него это так важно? Только ли большие деньги побуждают его быть в центре хайпа или есть другие более глубокие причины? И тут мы переходим к следующему важному моменту, который просто нельзя проигнорировать, чтобы раскрыть его образ в полной мере. В этом нам поможет разобраться интервью, вышедшее на канале Зе Люди в начале 2018 года, когда Моргенштерн, будучи еще блогером, только начал обретать зачатки популярности и успеха. Здесь раскрываются подробности про детство артиста, которые очень важны для понимания его личности. Интервьюер завозит разговор с Алишером об отце, и парень признается, что видел отца лишь несколько раз в жизни. О, нет, я его вообще за жизнь, наверное, раз в пять видел. То есть, я без отца рос. Тем не менее, видно, что Алишер не может назвать его абсолютно чужим человеком. Ему не хватало отцовского внимания, и он переживал его смерть. Из детства один рос и привык. Когда ты его потерял? Я его и не находил. Я имею в виду, когда он ушел в жизни. Когда он умер, я не знаю. Нервный смех и сарказм. Заметно, что ему неприятно обсуждать эту тему. В разговоре про смерть отца Алишер сначала отрицает свои переживания, но потом все-таки признается, что плакал. Однако он быстро осекается и пытается все свести в плоскость самоиронии Стеба. Ну это какая-то как-то глупость, блин, знаешь. А ты что? Что там? Ныл, блин. Ты сейчас просто изображаешь тупого школьника. Кстати, Алишер очень часто использует самоиронию. Это для него естественная защита от острых вопросов. Как в этом интервью, так и в другом Алишер вспоминает один и тот же момент появления отца в своей жизни. Ну я хорошо его образ запомнил. У него, кстати, как раз был хвостик такой вот маленький и очки, и трубка. Может, я поэтому так люблю курить? Расскажите мне, может, это все мои детские травмы. Необычный внешний образ отца ярко отложился в голове парня. Возможно, именно эта ролевая модель вызвала его любовь к апатажному внешнему виду и желанию выглядеть и жить не как все. Отец Алишера был бизнесменом, как и его мать. Это важный факт в формировании Моргенштерна. И мы еще к этому вернемся. У Алишера, как у трудного подростка, были проблемы и в отношениях с мамой. Как мама принимала твои алкогольные стрипы? Скрипят душу и сердце, ругались с ней. Блин, сбегал, помню, из дома, вообще в 15 лет из дома сбежал. Что-то мы орать начали. О, ужасно. Как все это ужасно, но это нужно было прожить. Видно, что уже в этом интервью он со стыдом вспоминает себя 15-летнего и такие скандалы. Однако Алишер рассказывает, что мама не ограничивала его в увлечениях, никогда не заставляла заниматься чем-то определенным, а давала полную свободу действий. Поэтому у него не было проблем с самовыражением и страхом показать себя, выделиться. Ну, мамка у меня топ. Просто обожаю. Мам, ты знаешь. Не знаю мамки лучше, чем моя. У Моргенштерна бывали проблемы с девушками. В старом интервью он рассказывает о разрушенных отношениях, несмотря на то, что он признает свою вину. Именно девушка приняла решение о расставании, что тоже могло породить комплексы и негативные установки у Алишера. Чья инициатива была разойтись? Ее. Ее? Да. Почему? Ну, потому что очень ветреный человек и полигамный. Ты изменил? Частично. Скажем так. Частично. Самое большое говно, но я думаю, измену все-таки это самое большое говно, которое я делал. Итак, событие детства и юности рэпера привело к тому, что в первую очередь он хочет внимания и признания, а не денег. Не было отца, а мама занималась бизнесом, а значит, не имела кучу свободного времени для Алишера, но при этом у них не было материальных проблем. Привычка жить в хороших условиях побуждает Алишера хорошо зарабатывать, чтобы не понижать свой уровень комфорта, а только повышать его. Но все-таки самая важная потребность, которая у него сформировалась, это нехватка внимания, признания и любви. Это объясняет его невероятное желание выделиться и быть на слуху и на виду у всех. Моргенштерт напоминает самого шумного хулигана в классе, который постоянно пытается привлечь к себе внимание остальных. Потому что, во-первых, ему не хватало внимания долгое время, а во-вторых, он терпеть не может быть таким, как все. Мне нужна татуха на лице, чтобы у меня был стимул не работать на кого-то, не работать в офисе. Если я ничего до завтрашнего утра не придумаю умнее, чем три шестерки, я набью три шестерки. При этом и в старом интервью и удудя Моргенштерн говорит, что ему комфортно быть одиноким и у него нет близких друзей. Это классическое поведение яркого лидера с комплексом одиночки. Всеобщее внимание и толпы интересующихся людей заменяют ему дружбу. Что ж, сейчас я бы хотел вернуться к вступлению. Помните, я говорил про неразделимость понятий шоумен и шоу-бизнес? Если с желанием делать яркое шоу, добиваться максимального внимания, играть на эмоциях и быть на слуху, мы разобрались, то что насчет второй составной части слова бизнес? Карьера Моргенштерна не стремительный взлет, а поэтапное восхождение, хоть и сделанное в раннем возрасте. Вначале были первые музыкальные попытки с рок-группой, но Алишер осознал, что такая музыка не принесет большую популярность. Затем он нашел свой формат на ютубе проект «Изи Рэп», где показывал, как можно за пять минут сделать треки в стиле популярных рэперов. Когда это выстрелило, он понял одну простую вещь. Можно стать гораздо известнее и богаче, если не разбирать чужие треки, а самому делать подобные. Но как громко ворваться в мир рэпа? Необходимо было хайпануть, и Алишер выпускает дис на Юрия Хованского и вызывает его на Версус. Хоть Хованский отказал и батл так и не состоялся, Моргенштерн все равно получил свою порцию хайпа. Алишер понимает, что можно существенно ускорить рост своей популярности, если прилепиться к знаменитостям, поэтому он так любит фиты с другими артистами. Кстати, сам Моргенштерн стал таким же ускорителем для своего битмейкера Славы Марлоу. Даже самые эпатажные звезды, которые шокировали аудиторию своей внешностью и грязными текстами, очень быстро приедаются публике. Важно быть разным, каждый раз удивлять чем-то новым. И фиты помогают Моргенштерну это воплощать. Но когда Дудь спрашивает об этом, вопрос ставит Алишера в тупик. Когда ты понял, что стратегия фитов с очень популярными людьми может тебя вознести еще выше, чем ты был? В какой-то конкретный момент, когда ты подумал, так, надо эту очередь из фитов выстроить? Нет, слушай, все само прилетело. Он начинает немного нервничать, хватается за бутылку с водой и берет паузу на обдумывание ответа. Его задача убедить нас, что никакой стратегии нет. Он просто кайфует и по наитию делает то, что выстреливает. Ну вот один важный фрагмент из старого интервью. Алишер говорит про рэпера Фейса, который тогда был на пике. Обычный простой парень, просто который тогда понял, что вот этот жанр музыки жестко стрельнет, а я тогда не понимал. Вот сейчас... Здесь Моргенштерн был очень близок к тому, чтобы признать, что он не просто делает, что захочется, а четко понимает запросы аудитории и угождает им. Помните, что папа и мама Алишера были успешными бизнесменами? Так и он прекрасно чувствует, что стрельнет и делает именно это. Он был бы шикарным продюсером, что доказывает даже у Дудя, с легкостью объясняя успех разных исполнителей. Я в роли продюсера сейчас дам. Тима Белорусских. Очень просто в лоб погрустить. Как мы видим, расчетливый бизнес подход и сущность самого шумного в классе ребенка прекрасно сочетаются в таком неоднозначном персонаже, Моргенштерн. Хотел бы обратить ваше внимание на еще одну крутую фишку, которую использовал Алишер еще три года назад до своих треков и изи рэпа. По моему мнению, она стала фундаментом для его продвижения. В своем самом первом видео на ютуб-канале он рассказывает, как его выгнали из универа. Это довольно любопытный рассказ, в котором с Алишером обошлись, может, и справедливо, но весьма некрасиво. Он заставил людей вовлечься и заложил начало своей истории. Истории, за развязкой которой очень интересно наблюдать. Меня зовут Моргенштерн Алишер Тагирович, 19 лет от роду. И, к сожалению, я умру в нищете. А все потому, что меня исключили из университета. Людям интересно, сможет ли он доказать тому ректору, что из него что-нибудь получится. Он этой истории настроил людей на сопереживание. Он создал эмоциональную связь и они готовы были поначалу упрощать ему многое и способствовать восстановлению справедливости. Именно вокруг этой истории он сделал довольно громкое качание карьеры блогера и начало карьеры рэпера, когда попадал в тренды, врубая черный экран на полчаса. А хотите, кстати, я вам сейчас покажу, как за одну минуту я сделаю еще 20 его зарплат. Интересно? Тогда смотрите. Ну, все вроде. Стрелялся. Делал деньги. Вот так. Алишер понимает значимость своей истории и именно поэтому так и не перешел к ее развязке. Хочется донести до вас всего одну, но главную мысль этой большой трехлетней истории. Я че, кому-то что-то докажу? Ведь если он покажет развязку, то история будет завершена. Конечно, не факт, что интерес пропадет, потому что сейчас Алишер уже вышел на новый уровень и приобрел новых поклонников. Но восхождение простого парня, которому сказали «ты ничего не добьешься» на пьедестал шоумена номер один очень резонирует со многими молодыми людьми. Ведь многим так говорят родители или учителя. И это фундамент, на котором строилась популярность Алишера. Как мы видим, у современной музыки недолгий срок жизни и, возможно, уже через год появятся новые фрешмены и треки Моргенштерна перестанут быть в топе. Но даже в этом случае он явно не останется за бортом, потому что у него еще есть одно очень важное качество, которое поможет остаться востребованным и найти свое место под солнцем. Знаете, что это за качество? Алишер не боится экспериментировать, пробовать себя в чем-то новом. Он долго не застревает на том, что не ведет к развитию. Он делает очередной ход и смотрит, был ли он успешным или нет. Если нет, то он не ломится в закрытую дверь, а просто делает ход в другую сторону. Это умение приспосабливаться, подстраиваться под окружающую действительность, а не бороться с ней. И есть его главный косырь. И в том, что вы живете, виноваты только вы. Вы принимайте правила игры, изучите их, не боритесь с ними, просто используйте. Нас часто ограничивают не внешние обстоятельства, а собственные рамки в своей голове. Какие-то догмы, навязанные убеждения, страхи, комплексы. У Алишера нет этих границ. У него есть легкость, которая помогает адаптироваться к изменениям. Навряд ли можно взять другого человека, применить на нем все те же техники и получить тот же результат. Потому что здесь очень важен внутренний настрой. В то же время Алишер проделал важную работу. Он изучил свою аудиторию и понимает ее язык и потребности. Еще будучи блогером, он смотрел на реакцию на свои видео и начинал понимать, что заходит, а что нет. Какие действия позволяют вызвать максимальный отклик у аудитории. Он создал свою историю и бренд. Возможно, против всех правил правильного создания личного бренда, но это сработало. Конечно же, у него не было какого-то единого прочитанного плана с самого начала. Успешен не тот, у кого есть четкие планы, он его придерживается, несмотря ни на что, а тот, кто понимает, что все может пойти не по плану и быстро адаптироваться, не впадает в панику или депрессию, а переключается и пробует что-то новое. В этом и есть тактика Алишера. И напоследок, еще один интересный момент. В процессе анализа личности Алишера я задумался вот о чем. Как он сам относится к творчеству в глубине души. У Дудя он утверждает, что музыка не должна быть умной или сложной. Она должна просто качать и заставлять двигать тело. Такое отношение к музыке вполне органично нынешнему образу, который он транслирует. Но правда ли он видит смысл музыки только в этом? Вот один интересный эпизод из его старого интервью. Алишер рассказывает про запомнившийся случай, когда он играл на гитаре на улице. Подходит ко мне дедок, а я на заказы никогда не играю, я всегда всем говорю. Он просто подошел в плату и на меня смотрит. Я, короче, остановился, говорю, чего такое, дедуль? Он говорит, слушай, я жену вчера похоронил. Любимую песню ее можешь сыграть? ДДТ это все. Дедуль, конечно, смог, конечно, начинаю ее петь. Он плакает, короче, начинает. И я как до ***, у меня тоже начинают слезы теть. Здесь можно увидеть настоящего Моргенштерна. Тот самый ребенок, который столкнулся с чужой бедой. Искренне проникся и ей понял, что музыка может пробуждать в человеке глубокие чувства. Я на него смотрю дрожащим голосом еле до конца допиваю. Он мне просто сотку кладет, говорит, извини, сынок, больше нет и уходит. И я тоже собрался и съебал. Я не мог уже потом постоять. Это вообще так было круто. И одновременно так грустно. То, что музыка может заставить человека плакать. Такая неоднозначная личность Алишер Моргенштейн. Вы можете ненавидеть его, хитить в комментариях и говорить, что мой выпуск куплен. А можете вынести из выпуска хоть какие-то полезные мысли для себя. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в руках и быть ножек впереди. Скоро увидимся. Делайте, что хотите, это же, блин, ваши люди. Все-таки. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я в голове. Субтитры создавал DimaTorzok